Дорогие братья и сестры, сегодня за Божественной Литургией Святая Церковь предложила нам удивительный рассказ о событии, когда Иисус Христос, Господь наш, из Иерусалима, переходя в Галилею, останавливается в Самарии, в городе Сихарь. Этот город, в котором до сегодняшнего дня находится колодец Якова. В нем и по сей день есть вода, из которой можно напиться. Паломники, которые приезжают в Святую Землю, имеют такую возможность сделать там остановку. Но эта остановка особенно дорога всем паломникам именно потому, что там останавливался Сам Господь наш Иисус Христос, когда, утрудившись, после продолжительного пути он остановился у колодца, чтобы утолить жажду. И вот тогда, когда он пребывал рядом с колодцем, подходит туда женщина, самарянка. Кто такие самаряне? Самаряне это был народ, с которым иудеи не только не разговаривали, но и считали, что самаряне после своей смерти не воскреснут. Больше того, если самарянин прикасался к какому-то виду продуктов, то эти продукты для Иудея считались оскверненными, и есть их было уже нельзя. Вот так относились иудеи к самарянам. И вдруг сам Иисус Христос разбивает все эти стереотипы и научает совсем другому. И вот здесь есть очень важные уроки, которые нам с вами важны и дороги. Давайте остановимся на них. Итак, первый урок – это урок того, что Христос не смотрит ни на национальность, ни на различия в поле, то ли это женщина, мужчина. Нужно сказать, что вообще к женщине в то время относились очень своеобразно. Еще с периода известного мужа Сократа, который вообще предполагал, что женщина способна оставаться лишь служанкой. Будда учит своих последователей с женщинами даже не разговаривать своим ученикам. Но Христос в своей беседе с самарянкой говорит о том, как высоко может послужить женщина в деле проповеди, дело любви и делу семейного устроения. Есть удивительное предание, что именно эта женщина, звали ее Светлана, которая потом стала святой женщиной. Она потом прославила Христа всей своей последующей жизнью. Да и мог ли забыть человек, который хотя бы однажды имел возможность беседовать со Христом, забыть эту кроткую беседу, эти любящие глаза, это душевное и духовное соприкосновение с радостью веры. Итак, сегодня мы слышали, когда Иисус Христос, подойдя к колодцу, встретив рядом с Ним эту женщину, слышит от нее слова, «Как ты, будучи иудеей, просишь пить у меня самарянки? Ибо иудеи с самарянами не сообщаются. Если бы ты знала дар Божий, и кто говорит тебе, дай мне пить, то ты сама просила бы у него, и он дал бы тебе воду живую». И женщина говорит, «Господин, тебе и почерпнуть нечем, а колодец глубок, откуда уже у тебя вода живая? Неужели ты больше отца нашего Якова, который дал нам этот колодец?» И сам из него пил, и дети его, и скот его. И Иисус сказал ей в ответ, «Всякий, пьющий воду сию, возжаждет опять, а кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек». Вот об этой духовной воде, об этом утолении духовной жажды говорит сегодня Господь наш Иисус Христос. Знаю, что придет Мессия, то есть Христос, когда Он придет, то возвестит нам все, и Иисус говорит ей, «Это Я, который говорит с тобою». Вот в это время пришли ученики Его и удивились, что Он разговаривает с женщиной. Однако ж ни один не сказал, «Чего ты требуешь?» или «О чем говоришь с нею?» Тогда женщина оставила водонос свой и пошла в город и говорит людям, «Пойдите, посмотрите человека, который сказал мне все, что я сделал. Не он ли Христос?» И действительно, женщина, которая имела пять мужей, о чем ей указал Христос, была женщиной достаточно такого привольного поведения, но Христос не обличает ее. Очень важный урок, дорогие, сегодня заключается еще и в следующем, чем заканчивается сегодня евангельское благовестие. Когда женщина пошла и рассказала своим знакомым, родным и близким, с кем жила, те люди приходят и уже говорят, не просто по вере женщины, женщине то и не говорили, уже не по твоим речам веруем, ибо сами слышали и узнали, что он истинно спаситель мира Христос. Так вот, важный вопрос, дорогие, заключается в том, что сегодня даже те язычники, те самаряне, которые были в пренебрежении у иудеев, сегодня заключают, уже не только по словам веруем, но сами слышали и узнали, что он истинно спаситель мира. Давайте зададим себе вопрос, а как они узнали? Как вообще человек узнает о том, что вера в его сердце живая и деятельная? Мне хотелось бы в завершении как раз и сказать всем нам о том, о чем пишет святитель Никодим, святогорец своей замечательной книги. Он рассказывает о том, как христианину можно узнать и почувствовать, а живет ли в нем вот та вера, которая дается человеку при крещении благодати Духа Божия, Духа Святаго. И этот вопрос он задает не случайно. Оказывается, каждый из нас, даже сегодня стоящий возле храма, может спросить себя, а как мне почувствовать, живет ли во мне благодать Духа Святаго, и смогу ли я, услышав, почувствовать? И вот Афанасий Великий, которого приводит Никодим Святогорец, говорит о следующем. Как беременная женщина, когда чувствует первое взыграние и понимает, что она беременна, и носит под сердцем новую жизнь, так и христианин, когда слышит Слово Божие, когда слышит радость участия в Божественной Литургии, в праздничном событии церковном, и тем более в святом причащении бессмертных животворящих христовых тайн, в нем, в душе и сердце, как бы что-то взыграет, это значит, что благодать Духа Святаго есть в нем. Так и каждый из нас может почувствовать, что мы и получили с вами благодать Духа Божия в таинстве крещения, который действительно пребывает в человеке, и если человек начинает обращаться к этому удивительному свойству Духа Божия, он начинает проявляться в нем. Но не в каждом человеке проявляется Дух Божий. Многие крещеные, но, к сожалению, не чувствуют этого взыграния, потому что не слышат Слово Божие, потому что не приходят в храмы Господние, потому что не причащаются святых, бессмертных, животворящих христовых тайн. И кажется, такая скучная, такая проблематичная жизнь. Но стоит и такому человеку обратиться с покаянием к Богу, стоит и такому человеку почитать Слово Божие и начать потихонечку молиться, стоит и такому человеку, может быть, впервые причаститься к святых христовых тайнствам и посетить церковный праздник Христовой Церкви, как и в нем, взыграет радость Духа Божия, который дан человеку при святом крещении. Вот тогда и этот человек вместе с самарянами сможет сказать, уже не потворим речам веруем, ибо сами слышали и узнали, что Он истинно Спаситель мира Христос. Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! Воистину воскресе Христос! И нам даровал живот вечный. Аминь. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!